Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия и сейчас на Донбассе уже сформировалось несколько котлов. На этой карте можем видеть примерную ситуацию, какая у вооруженных сил Украины в районе города Золотой, а там, как известно, группировка в районе двух с половиной тысяч солдат. И время сейчас в этой группировке идет на часы, потому что им по факту уже надо выбираться не по дорогам, а по полям, причем тем полям, которые серьезно простреливаются, как артиллерии, так и различными системами вооружений. Ну а тем временем Зеленский через своего депутата Безуглу, который, как мы знаем, отличается умом в кавычках и сообразительностью, вбрасывает фотографии, что он якобы находится в Лисичанске. Примерно с такими же успехами, с такой же правдоподобностью я могу делать прямо сейчас заявление, что сейчас веду прям трансляцию с Марса, и несмотря на, знаете, большую задержку, пока на Марсе видео загрузится, пока оно до Земли долетит, то вот примерно это из этой же оперы, потому что, ну действительно, это просто смешно. Причем, что интересно, на фотографии, которые Безугла опубликовала якобы Зеленского в Лисичанске, почему-то заретушировано все, кроме лица самого Зеленского, ну и, конечно же, личного охранника Коломойского, который по удивительной случайности сейчас просто ходит с Зеленским, просто ни на шаг от него не отставая. Ну а в это время в Украине продолжает гореть Шебелинский НПЗ, причем это достаточно крупный такой нефтеперерабатывающий завод, и мы видим, что его даже тушить не пытаются, видимо, то ли нечем тушить, то ли всех пожарников забрали в армию. Ну а в это время уже даже украинский генштаб сообщил, что поселок Тошковка перешел под контроль вооруженных сил Российской Федерации, и это даже в украинском генштабе говорят в открытую, что это грозит полным окружением украинской группировки войск. Ну а пока Офис Президента делает заявление касательно того, что не отправляют подкрепления в Северодонецк и так далее, то российские военные корреспонденты в это же самое время просто публикуют видео украинских солдат, которые сдались в плен. Также ко мне поступило ряд видео, где американские разрекламированные гаубицы просто уничтожаются в пух и прах, и оказывается, они очень даже и хорошо горят. С учетом ограничения Ютуба я их выкладываю у себя в Телеграм-канале, ссылка на мой Телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Если вы захотите это посмотреть, переходите, подписывайтесь, смотрите. Ну а тем временем в интернете появилась карта, на которой мы можем посмотреть, где находятся сейчас российские нефтедобывающие платформы в Черном море. И оказывается, они находятся прямо возле острова Змеиный, возле которого идут тяжелые бои сейчас. И причем, знаете, очень серьезные там операции и так далее. И оказывается, что эти нефтедобывающие платформы находились просто, ну, прямо рядом в, условно, в прицелах украинских, вернее, американских ракетных систем, которыми сейчас управляют американцы. И таким образом мы видим, что по факту эти платформы, которые там добывают нефть, по сути, что ли специально подставили под удар, то ли я вообще не понимаю, какой гений додумался, когда я тут боевые действия, там, 40, там, в 50 километрах от побережья Украины, ставить нефтедобывающие платформы, на которых работают люди. Но на этом фоне канцлер Германии решил делать резонансные заявления и рассказывать про некую искру демократии, которую якобы так боятся в России, что, вы знаете, в России что-то не полыхнуло. И это, говорит, персонаж, который представляет Европу, то есть, вернее, Евросоюз, а как известно, в Евросоюзе, но просто с демонстрантами не то, что жестоко обходятся, а там московский ОМОН по сравнению с вот этими зверями, которые в Голландии разгоняют людей, там, во Франции, в Германии, это просто, знаете, ну, ангелы по сравнению с теми персонажами, которые там просто с собаками напрямую травят людей. И сейчас этот персонаж рассказывает, что якобы где-то какая-то там искра демократии и так далее, что слово, в принципе, глупо звучит, как мы знаем, сейчас в Европе, ну, просто тоталитарная цензура, и, конечно же, и журналисты в тюрьмах, блогеры в тюрьмах, в прибалтийских странах сажают налево-направо, запрещают телеканалы, забирают лицензии, ну, и, конечно, демонстрантам вообще лучше не выходить, потому что полиция там просто зверье. И это все говорят политики европейские, которые сейчас напрямую причастны к поставкам вооружений в Украину, и здесь, я думаю, просто нужно этим европейским, так называемым, политикам просто немножко задуматься. Ведь может так получиться, что, например, у желтых жилетов во Франции появятся российские противотанковые комплексы, которые могут просто прекрасно поражать различные там полицейские броневики и так далее, которые, конечно же, кидают для того, чтобы эти броневики разгоняли демонстрации. Ведь когда европейские политики рассуждают о демократии, тем более о искрах демократии, то, как известно, вот эти искры могут серьезно полыхнуть. И в самом Евросоюзе там просто, знаете, ну не хватает немножко еще хвороста. А хворост, судя по логике европейских персонажей, это конкретно вооружение. И я вот думаю, что Россия могла бы, в принципе, потенциально наладить туда поставки этого хвороста, причем необходимых количеств, чтобы желтые жилеты просто, знаете, на уровне сражались как и с полицией, так и с армией. И тут логика простая. Почему европейским политикам можно, а российским политикам нельзя поставлять Европу оружие для того, чтобы там просто все горело? Правильно? В принципе, можно. Тем более, как известно, в Германии очень сильны различные, знаете, антиглобалистские движения. Германия просто, знаете, такой фундаментальный кирпичик глобализма. И эти антиглобалисты тоже крепко нуждаются в российском хворости. И я думаю, что если они его получат, то, естественно, и Шольцу, и прочим там германским политикам, и будет просто о чем подумать, когда они будут созерцать вот это пламя. Как говорится, искрами демократии нам сейчас эти европейские, американские политики сожгли нашу страну, Украину. И, как известно, знаете, что посеешь, то и пожнешь. И здесь уже вопрос времени, когда должно полыхнуть у них. Ну а тем временем, несмотря на боевые действия в Украине, в России, почему-то доллар все падает, падает и падает. И мы видим, что по факту Европа все-таки начала платить в рублях. Только так можно объяснить то, что сейчас просто за один доллар уже дают 55-54 рубля. Но тем временем в Украине разразился просто очередной политический скандал, потому что там одна фракция персонажей нетрадиционной политической и прочей ориентации начала просто, знаете, обзываться на другую часть украинской политической, так называемой, элиты, которая тоже, как известно, нетрадиционной и политической, и прочих ориентаций. Арестович назвал людьми с отклонениями представителей ЛГБТ. И, конечно же, представители ЛГБТ просто не ожидали такого удара под их прямо от своего. Мало того, Арестович еще потом добавил, что все, к чему не притрагиваются украинские так называемые активисты, то все после этого превращается в дерьмо. И здесь нужно понимать просто, что в Украине действительно вот эти так называемые активисты, они же, знаете, у них в основном это сделать красивое селфи, там сделать какой-то фотоотчет, а по факту дел они не делают. И поэтому, к чему бы они ни притронулись, реально получается у нас совсем какая-то лажа. Во времена боевых действий это просто можно расценивать уже как саботаж. Но мне почему-то кажется, что в этот скандал между представителями ЛГБТ-сообщества все-таки вмешается американское посольство и, как обычно, всех померят. Ну, как говорится, знаете, милые бронятся, только тешатся. Ну, а тем временем в Соединенных Штатах Америки Трамп сделал заявление касательно того, что Байден ведет просто мир к Третьей мировой войне, а эта война будет, как известно, ядерной. Отсюда можем сделать логический вывод, что Трамп будет делать все возможное, чтобы разыгрывать украинскую карту максимально во внутренней американской политике. И, конечно же, уничтожать просто рейтинг демократов за счет того, что сейчас в Соединенных Штатах Америки за счет санкций просто сумасшедшее повышение цены, инфляции и, конечно же, резкий скачок цен на топливо. Также полагаю, что в Соединенных Штатах Америки будет еще и миграционный кризис, потому что он в Европе только-только начинается. И, конечно же, украинцы от войны будут бежать не только в Европу, и, конечно, подальше в ту страну, которая реально стоит за всем этим, и которая так часто обещает, что они будут принимать украинских беженцев. Количество которых будет, конечно же, увеличиваться. Это понимают даже британские журналисты, которые четко обозначили, что история с беженцами, она только-только начинается. Также очень важные события происходят в Западной Украине, потому что там местные националисты делают все необходимое, чтобы украинских и российских солдат, которые сейчас воюют по одну сторону, по сути, была серьезнейшая мотивация все-таки дойти прямо до Западной Украины. Ведь сейчас, по сути, в российских войсках воюют и ДНР, и из Крыма, конечно же, украинцы воюют, и с Херсона, и с Запорожской области. И, конечно, таких людей будет просто количество-то увеличиваться. А с учетом новостей, что, знаете, в Ивано-Франковске снесли очередной памятник советскому солдату-освободителю от нацизма, то это, конечно же, я полагаю, что, ну, серьезно, добавит мотивации всем этим людям. Ведь, по сути, Украины уже по факту две. Одна Украина та, которая чтит Бандеру и все, что связано с коллаборантами и поддержкой нацизма. А другая Украина, которая выступает за сохранение нашей героической истории. Ну и, конечно же, за абсолютно другую модель развития. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. Там всегда больше информации, нежели на ютубе. До скорого! Продолжение следует...